уважаемые девы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на июль месяц каким для вас будет этот период и что этот месяц принесет нового интересного в вашу жизнь о чем вам непременно нужно знать к чему вы должны быть готовы на что нужно обратить основное внимание пока я подготавливаю колоду вы можете подумать о том что для вас наиболее важно и актуально на этот месяц и карты вам могут дать автоматически нужные советы и подсказки информация общего характера она подойдет как мужчинам так и женщинам но будет та информация которую я все-таки немножко разделяем между мужчинами и женщинами поэтому смотрите внимательно надеюсь что каждый из вас посмотрел это видео до конца найдет ли себя что-то важное и полезное расклад затрагивает все самые важные сферы жизни колода готова и я приступаю к выкладке уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение расклад начинается с королевы монет и если меня смотрят женщины девы то эта карта показывает вас собственной персоной как женщину основательную женщину трудоспособную женщину для которой важно иметь хорошую финансовую основу поэтому все свои мысли вы сосредотачиваете все таки в большей степени на делах на доходах может быть на каких-то рабочих моментах но при этом я вижу что многие из вас не забывают о домашних нуждах о каких-то вопросах касающихся вашего дома быта и зарабатывать вы готовы для того чтобы в вашей жизни было все и вы ни в чем не нуждались даже если меня смотрят те женщины девы которые не работают вообще королева монет уже предполагают то что без денег вы в любом случае не будете на все текущие расходы в этом периоде деньги у вас будут если говорить о мужчинах девах то на вашу жизнь большое влияние может иметь женщина вашей же стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу возможно это любая женщина с которой вы связаны финансами или работой но от этой женщины идет определенная поддержка и благо в вашу сторону или благодаря женщине в вашей жизни больше основательности или больше стабильности карта спокойно размеренная она показывает уверенно к себе людей которые знают чего хотят и входя в начало этого периода вообще в целом в этот месяц вы четко знаете что вам нужно и что вам не нужно в любых вопросах работы текущих дел вы очень педантичны и внимательны скурпулезны вы следите и за приходом и за финансовым расходом при разумных тратах у вас деньги еще могут оставаться этот аркан может говорить о том что в прошлом периоде вы неплохо поработали и поэтому уверенно входите в этот месяц карта оптимизма жизнерадостности она может показывать любые блага которые вы сами себе можете позволить если говорить о том какой вас видит ваше окружение именно такой деловой женщиной умной практичной и прагматичной вас видят другие люди с вами приятно иметь дело и если говорить о женщинах-девах очень многое в этом месяце будет зависеть от вас самой от того насколько вы действительно правильно распланируете свою жизнь вам это удается но то что касается вопросов вашего здоровья тут есть на что обратить внимание об этом говорит вторая карта а вторым арканом для вас выпал повешенный эта карта говорит о том что те у кого есть хронические заболевания все таки стоило бы больше уделить себе внимания заняться собой я вижу что вы особо может быть сейчас проблемами здоровья не занимаетесь но может что-то беспокоить может что-то волновать эта карта может говорить о том что вам не хватает движения стоит обратить внимание на опорно-двигательный аппарат вам нужно больше свежего воздуха вам нужно больше бывать на природе как будто бы немножко не хватает кислорода иногда может побаливать голова из-за интеллектуальных нагрузок у кого-то может быть из-за физического труда в целом может накапливаться усталость поэтому не забывайте вовремя отдыхать по повешенному многим из вас пошли бы на пользу медитативные практики здесь мы видим повешенного который все-таки выпал не в перевернутом а в прямом положении это говорит о том что все-таки есть какие-то сдвиги по здоровью в лучшую сторону в вашем раскладе выпала карта отшельника которая может показывать врача специалиста человека с которым вы по поводу своего здоровья могли бы лишний раз проконсультироваться и это тоже для вас не было бы лишним эта карта внутреннего спокойствия и она говорит о том что вы должны беречь свои нервы не нервничать быть спокойными и и повешенные карта отшельника могут говорить о том что кто-то из вас уже занимается духовными практиками тем более в раскладе я вижу еще и карту папы карту иерафанта карту высших сил независимо от того кто меня смотрит мужчины или женщины в вашем близком окружении есть человек которому вы что-то можете доверить с которым вы чем-то можете поделиться для вас это может быть как учитель как старший друг как наставник как мудрая личность но при этом и к вам приходят люди или могут приходить за помощью за советом потому что вас видят человека который может дать нужный и дельный совет очень важно в этом месяце не допускать ошибок чего бы это не касалось работы финансов личной жизни так как ваш расклад еще выплой карта правосудия эта карта причин и следствий и она говорит о том что если сейчас допускать определенные ошибки их потом придется исправлять вы должны быть справедливы и в отношении себя и в отношении других людей вы должны уметь правильно оценивать и свои действия и действия других если кто-то из вас в этом месяце решает любые вопросы связанные с юридическими делами вам нужно оформить или переоформить любые документы тут что-то может затягиваться или происходить достаточно медленно но концу месяца в чем-то начнется ускорение и самый благоприятный период для начала решения таких вопросов это все-таки конец месяца то что касается тех у кого есть основная работа что вам нужно знать первой карты для вас выпал паш монет эта карта больших объемов работы но она может говорить о том что вы либо недополучается возможно кто-то из вас еще чему-то параллельно или попутно учится может быть вы пытаетесь поднять уровень своей квалификации для того чтобы зарабатывать больше на будущее очень много суеты хлопот ежедневных вам приходится во что-то вкладывать очень много своих сил и энергии но эта карта говорит о том что вы работаете как бы на перспективу на будущее веря в то что вы сможете что-то изменить и тут же выпала семерка чаш эта карта говорит о том что вам все-таки в этом периоде больше захочется отдыхать нежели работать даже если вы работаете это больше вынужденные действия потому что так надо семерка чаш может говорить о том что в работе у вас есть какие-то творческие планы которые вы обдумываете это может быть не одна идея которую вы хотели бы воплотить в жизнь но для того чтобы эти идеи действительно реализовать с размахом нужно наработать хороший фундамент как будто бы не хватает либо знаний либо опыта либо чего-то еще но если над этим поработать вы действительно в основной работе способны много улучшать и менять все-таки эта карта может показывать и некоторую иллюзорность как недостаток и говорить о том что нужно от мечтаний переходить все-таки к более конкретным действиям если вы в чем-то сомневаетесь посоветуйте с кем-то об этом говорит карта отшельника и тогда вы будете действовать более уверенно у вас все должно получиться вы показано как очень умные и практичные рациональные люди для всех те кто в этот период вошел без работы вы в активном поиске или вы пока дома для вас выпла карта отшельника и карта четверки жезлов конечно карта отшельника говорит о том что что-то пока больше на уровне размышлений эта карта глубокой жизненной философии и многих из вас аркан может показывать как людей умудренных жизненным опытом может быть действительно кто-то уже на пенсии даже если меня смотрят молодые особо вы мудрые не по годам карта может показывать интерес к медицине к психологии философии и возможно даже будучи дома вы для себя пытаетесь что-то изучать хотя карта может показывать то что у вас уже есть определенные знания опыт может быть образование но вы по жизни в чем-то совершенствуетесь и будучи человеком мудрым вы понимаете что знаний никогда не бывает много вы действительно по этому аркану способны помогать другим это карта огромного сострадания душевности но решая проблемы или вопросы других людей вы порой забываете о своих собственных нуждах или о своем комфорте в этом месяце я бы вам не советовала все таки куда-то торопиться эти карты тоже показывают очень размеренный ритм жизни если у вас есть возможность пока отдохнуть побыть дома отдохните четверка жезлов предполагает то что вы можете уделить больше времени в этом периоде и себе и своим близким заняться чем-то для себя для души и еще кому-то из родных при этом помочь у кого-то могут быть дети внуки вот эта карта показывает семью общение мудрые советы которые вы всем даете ваши близкие к вам прислушиваются потому что ваше мнение для них является авторитетным карта четверки жезлов говорит о том что многие из вас при желании могли бы зарабатывать даже не выходя из дома если вы до сих пор сомневаетесь своих знаниях или в своей силе вы сомневаетесь абсолютно зря потому что у вас действительно получилось бы и если вы все-таки проявите активность и начнете действовать в отношении своих мыслей идей у вас все получится так как в центр вашего расклада выпала замечательная карта туза монет и она выпала в ваше практическое поле то есть это тот ресурс который вы сможете использовать это те шансы которые вам жизнь будет еще давать для того чтобы вы смогли что-то улучшить и преобразовать притом это касается абсолютно все где в как мужчин так и женщин и те кто работает и те кто не работает жизнь вам будет предлагать варианты по тузу монет главное чтобы эти шансы вы не упустили а использовали их по максимуму а что мы видим верхняя карта четверка чаш которая говорит о том что не хочу или мне лень или дела немножко подождут а я еще немножко посижу и отдохну карта туза монет предполагает то что все зависит от вашего внутреннего состояния желания эта карта некоторой меланхолии и грусти но в то же время стабильности поэтому даже только по этой карте невозможно сказать что в вашей жизни все плохо потому что под вашими ногами есть прочный фундамент и за вашей спиной есть надежные тылы может быть в лице ваших родных и близких может быть друзей может быть у кого-то работы то есть есть какая-то опора то на что вы можете опереться конечно эта карта рекомендует вам больше отдыхать но не входить в унылые состояния умеете радоваться мелочам умеете видеть хорошее в обыденном эти карты говорят о том что от добра добра не ищут поэтому нужно мыслить позитивно поэтому захотите отдохнуть сможете отдохнуть захотите поработать сможете поработать карта туза монет это то что дается вам свыше это божественная поддержка которая присутствует вашей жизни не только на высшем плане но и на земном уровне есть что-то то что вы могли бы использовать для себя во благо даже если у кого-то из вас есть долги или кредиты я вижу что вы свои долги можете закрывать и на это деньги будут к вам приходить и на эти нужды также будут деньги появляться если вы обдумываете оформить новую кредитную линию для этого не самый благоприятный период с этим спешить не стоит если вы куда-либо хотите инвестировать небольшие деньги это возможно но эта карта может говорить о том что вы сомневаетесь четверка чаш может говорить о том что вы за кем-то скучаете может быть вы кого-то давно не видели есть какие-то блага здесь и сейчас но вам хочется чего-то другого просто-напросто в целом если брать ваше материальное поле в общем вы все финансово будете на плаву и повторюсь многие из вас способны свое состояние финансово улучшить если говорить о каких-либо крупных сделках таких как купля или продажа движимого или недвижимого имущества для этого наиболее благоприятна середина периода но такие сделки вы сможете осуществить при чьей-то поддержке или помощи также этот аркан может показывать любые подарки неожиданные для вас от кого-то когда кто-то захочет вам сделать приятное вас могут ждать любого рода сюрпризы которые вас порадуют которые вас удивят или вдохновят возможно вы сами кому-то захотите сделать подарок сюрприз может быть у кого-то действительно в этом периоде намечаются семейные праздники или торжества это может быть любой отдых здесь будет и прекрасный обмен энергиями и вам тоже может быть захочется кого-то удивить и порадовать но теперь перейдем в вашу личную жизнь начали те кто в паре наши семейные для вас выпало десятка мечей и карта старшего аркана и ярофанта высшие силы всячески удерживают ваши отношения или сохраняют ваши отношения позволяют вашему браку не распасться почему я так говорю потому что десятка мечей говорит о том что вы очень некомфортно чувствуете себя в этих отношениях из-за чего-то у вас болит душа эта карта показывает некие переломные моменты в вашем сознании в вашем подсознании и ваших отношениях в целом много прожито много прочувствовано хватало боли но было и хорошее даже если меня смотрят те у кого отношения были на грани распада или вы сейчас в таком состоянии когда вы не знаете буду ли я с этим человеком или не буду карта старшего аркана папы говорит о том чтобы вы не спешили оставьте все пока так как есть или положитесь на волю свыше высшие силы вам помогут укажут вам нужный путь и помогут вам избежать ошибок если говорить о женщинах мужчина который рядом с вами готов вас чем-то поддержать готов на себя брать основную ответственность за все то что происходит в доме в быту так как этот аркан может показывать еще кого-то из старшего поколения возможно рядышком с кем-то есть родители бабушки дедушки может быть кто-то нуждается в медицинской помощи потому что в целом в доме есть некоторая боль но и помощь свыше есть получается так что вольно или невольно вы кому-то привязаны а кто-то может быть привязан к вам но так как карта папа эта карта гипер ответственности осознанности вы будете принимать очень разумные решения и многое вы сможете в доме стабилизировать и ваших отношениях в том числе эти карты не показывают чувств любви эмоции страсти но они говорят о благодарности о разумности о консерватизме и о том что для вас семья это не пустой звук в чувственной сфере вам конечно может чего-то не хватать об этом говорит и ошельник об этом говорит и четверка чаш и десятка мечей и будучи с партнером или с партнершей вы можете испытывать некоторое внутреннее одиночество но при этом даже на ваши отношения вы должны смотреть по философски или на то что в вашей жизни происходит сохраняйте и спокойствие и благоразумие все-таки карта папы говорит о том что в ваш дом входят определенные блага возможности даже в тот момент когда вам может быть крайне тяжело или вам кажется что ниоткуда нет помощи это не так помощь приходит и многие вопросы будут решаться произвольным путем ну а теперь перейдем к нашим свободным девам и посмотрим что у вас для свободных выпала карта старшего аркана правосудия и карта рыцаря жезлов многие из вас до сих пор полностью не вышли головой или сознанием из прошлых отношений потому что карта правосудия говорит о том что вы постоянно о чем-то думаете что вы постоянно что-то анализируете вы очень не хотите повторить ошибки прошлого эта карта может еще говорить о том что у кого-то не до конца закрыты бракоразводные процессы и до тех пор пока вы их полностью не закроете вам сложно начать отношения с кем-то другим и если в вашей жизни появляется человек не свободный вы думаете о том надо оно вам или не надо для вас очень важно в самом деле например где вы не можете надо а мы компания а сем Its To HS 데 Rosa э м fields с 10 это и в вашей душе, и в вашей жизни, и определенные помехи или преграды, которые нужно преодолеть для того, чтобы соединиться с тем, кто вам нравится. Карта рыцаря Жезлов, конечно же, говорит о том, что встречи будут, возможность развития отношений будет, но вы порой сами то приближаете, то отдаляете человека. Если вы имеете дело с человеком, который находится в бракоразводном процессе, или там есть семья, но там не ладится, все равно для вас важно уже сейчас расставить точки над «и». Вам не хочется терять время на бессмысленные отношения. Также эта карта может показывать любые юридические, имущественные вопросы, вопросы движимого или недвижимого имущества, которые могут волновать как вас, так и того человека, который может войти в вашу жизнь. Если вы по-прежнему свободны, карта рыцаря Жезлов говорит о том, что для женщины будет мужчина, будут знакомства, будет общение. Прежде чем кого-то оттолкнуть, узнайте человека лучше. Для тех, кто на расстоянии, у вас будет возможность сблизиться. И мужчина об этом даже думает больше, чем женщина, потому что мужчина организовывает либо дорогу, либо встречу. Это карта скорости, спешки, страсти, которая в отношении вас может возникать у кого-то. Если меня смотрят мужчины, то, конечно же, ваша личная жизнь в ваших руках. Эти карты не говорят об одиночестве. Они просто говорят о том, что вы постоянно в чем-то пытаетесь разобраться. Ну а теперь давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Вначале для женщин, затем для мужчин. Для женщин выпала восьмерка монет. И эта карта говорит о том, эта карта предполагает то, что у многих будут возможности доходов, заработка. Вы можете в чем-то совершенствоваться, вы можете в чем-то оттачивать свое мастерство. И основной акцент сейчас все-таки стоит сделать больше не на отдых, а на рабочие или финансовые процессы, на что-то материальное. Для всех активных эта карта предполагает деньги. И если вы чему-то учитесь или учились, у вас сейчас переходной этап, вам нужно перейти на другой курс, например, вам важно продолжить учебу, обязательно продолжайте. Не останавливайтесь на достигнутом. Карта совета или форс-мажора для мужчин. Для мужчин выпала императрица. Замечательная карта, которая говорит о том, что вам нужно прислушиваться к советам мудрой женщины. И это может быть любая женщина, которая может уже сейчас для вас являться номером один. Скорее всего, на вашу жизнь будет влиять как минимум две женские особы, потому что первой картой мы видели королеву монет, женщину вашей же стихии, возможно, а здесь мы видим совершенно другую особу. Поэтому на вашу жизнь может влиять две женские персоны, но обе женщины будут вам полезны. Обе женщины в отношении вас готовы будут проявить заботу. Именно женщина предложит вам какие-то хорошие идеи, варианты того, как вы могли бы развиваться в дальнейшем и сейчас. Это также может быть любая актуальная помощь. Для мужчин свободных, которые в свободном поиске, эта карта может показывать абсолютно новую особу, с которой вы еще познакомитесь. И определенная женщина в вашей жизни займет очень важное место. Ну а теперь также давайте посмотрим, что осталось на дне колоды. На дне колоды осталась восьмерка жезлов. Карта скорости, карта любви, карта радости, карта дорог. Она может показывать разъезды как на близкие, так и на дальние расстояния. Поэтому если у вас планируются какие-либо дороги, вы сможете их осуществить. Это карта информации, огромных контактов, связей, то, что вы с кем-то будете общаться на расстоянии. Вы к кому-то будете спешить со своими идеями, со своими предложениями, а кто-то в свою очередь будет чем-то пытаться заинтересовать вас, либо что-то в вас кому-то будет интересно. Великолепная карта для сотрудничества с зарубежными коллегами. Великолепная карта для общения с кем-то на расстоянии. Великолепная карта для влюбленных, потому что эта карта показывает стрелы амура, желание увидеться. Для тех, кто в свободном поиске, может показывать новые отношения и новые знакомства, а для тех, кто в паре, возможность что-то в своей личной жизни улучшить. Это карта зеленого света, который вам начнет гореть, давать зеленый свет для многих ваших желаний и планов. Поэтому всем вам в добрый час. Всем вам как можно больше положительных эмоций, хорошего настроения, возможностей реализации того, что вы для себя запланировали. Я вас благодарю за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Ставьте лайки за проделанную мною работу. Оставляйте обратные комментарии. И я вас всех жду в еженедельных прогнозах. Всем до свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok